В продолжение нашего общения в эфире утро февраля мы Мы начали с технического дефолта в России Да, и тут у нас как раз есть сейчас возможность продолжить вообще тему финансового благосостояния, поможет нам с этим разобраться финансист и основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан Групп, Андрей Мовчан. Андрей, здравствуйте А давайте еще раз проверим связь, Андрей, потому что мы вас видим, но еще не слышим Очень странно, потому что я вас слышу очень хорошо Андрей, скажите, пожалуйста, называется дефолта, который мы вспомнили исключительно технический Мы уже поспешил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказать, что на самом деле деньги у нас-то есть Другое дело, что другие страны не захотели их брать, поэтому ну какой же дефолт? Мы на самом деле очень богаты и процветающие, но мы знаем, что в мире есть и действуют свои правила И вот они написаны так, как есть Санкции действуют, ограничивают в свою очередь Российскую Федерацию За что будет после того, что вот сегодня не смогли в Российской Федерации расплатиться по долгам? Какие следующие шаги? И означает это, что уже сейчас физически, не знаю, там кожей кошельков можно почувствовать это в России? Или, как нам обычно говорят эксперты, а давайте еще подождем, потому что экономика Российской Федерации Все-таки имеет прослойку жира Окей, давайте мы начнем с совсем другой стороны Определимся с терминами Все любят говорить слово дефолт Дефолты бывают разные То, что сейчас говорится технический дефолт Это не получение кредиторами денег, которые должны было платить должник По причинам, не связанным с денежным состоянием должника То есть по-разному может быть, там не дошли деньги, не пропустили деньги Ошибочный перевод не в ту сторону, да, или вот как сейчас ограничение и санкции на перевод Что бы там ни было, да, в данном случае деньги не дошли, это технический дефолт А дальше уже надо разбираться, скажем, это дефолт реальный То есть связано с тем, что должник не может платить Или это какая-то техническая заминка Значит, это с точки зрения терминологии Значит, с точки зрения того, на самом деле, что происходит сейчас с Россией Или с, так сказать, с кредиторами Опять же, да, значит, Россия как должнику Ни холодно и ни горячо от того, что ее деньги не дошли Россия от этого никак не страдает Разве что не может избавиться от части валюты Которая и так давит на курс рубля сейчас сильно Проблем у кредиторов Кредиторов очень много, кредиторы разные Во многом это институты западные Которые инвестировали в российский долг И в данном случае именно они теряют деньги И именно они несут проблемы Именно они отвечают перед своими инвесторами То есть это тот достаточно редкий случай Но, тем не менее, очень показательный случай Когда Запад, ограничивая возможности для расплаты России Стреляет себе в ногу точно совершенно И Россия от этого не страдает никак Россия страдала бы, если бы ей нужно было занимать деньги дальше на рынках И, конечно, после дефолта никто России денег бы не давал Но России и так никто денег не будет давать в ближайшее время Никто, собственно, и не собирается их давать И никто не собирается их занимать У России достаточно много валют Она не знает, куда ее девать сейчас Даже после того, как заморожены части валютных резервов В этом смысле вся эта игра вокруг дефолта Она абсолютно политическая Она не имеет никакого отношения ни к ослаблению России Ни к остановке войны на Украине Ни к борьбе с возможностью российской милитаризации Ни к чему И единственный, в общем, кто страдает в этой ситуации сегодня Это совершенно ни в чем не повинный инвестор международный Ну, хорошо А если Россия выбрала вот эту вот риторику ультимативную Мы вот будем все-таки рассчитываться не в долларах, евро Мы будем рассчитываться в рублях И вы должны рассчитываться в рублях с нами за те товары, которые мы вам предоставляем Ну, сырье, которое мы вам предоставляем Вот в этой ситуации Она на самом деле, ну, мне кажется, она патовая эта ситуация Вот как из нее выйти? Как вы считаете? Ну, смотрите, во-первых, это не имеет отношения к долгу никакого Поскольку по долгу запрещен расчет в валюте России Попытка России рассчитаться в рублях, наверное, должна считаться даже позитивным ходом Позитивным шагом Мы не можем заплатить в валюте, давайте заплатим в рублях Тем более, что рубль, в общем, сейчас теми или иными путями можно поменять на валюту И Российская Федерация, конечно, занимает политическую позицию Не разрешая размен для нерезидентов из так называемых враждебных стран Но при этом обходными путями обмен валюты происходит И валюта выводится, потому что в России лишняя валюта, которая сильно давит на рубль и на бюджет А с другой стороны, если мы говорим про расчеты, скажем, за газ и нефть в рублях То это тоже абсолютно игра политическая со стороны России в первую очередь Потому что на самом деле там нет никаких расчетов в рублях Там есть расчеты ровно в той же валюте Но просто не напрямую с поставщиком, а с Газпромбанком Газпромбанк эту валюту получает, меняет на рубли, отдает эти рубли поставщику То есть там вся разница заключается в том, что поставщик не получает валюты на свой счет Им, собственно, и не нужна валюта на этом счету Они ее могут, если нужно, свободно купить у Центрального банка потом для импортных операций И Европа, насколько я понимаю, достаточно последовательно сопротивлялась этой конструкции Только в силу того же принципа Все, что нам предлагает Россия, плохо, мы на это соглашаться не будем На самом деле предлагалась замена счета Платите на другой счет ту же самую валюту В этом смысле вокруг торговли с Россией, вокруг санкций, вокруг финансовой политики в том числе Наворочено такое количество политики популистской Что уже очень сложно вычислить какую-то реальность Андрей, ну параллельно с этим есть эксперты, которые говорят, что То, что касается экономики Российской Федерации, она действительно мощная, богатейшая страна Энергоресурсы, которые невероятно помогают, надо подождать Вполне возможно, кто-то говорит, например, это будет последняя удачная зима для Российской Федерации Кто-то говорит, что приблизительно, вот как раз сейчас технический дефолт То настоящие последствия для экономики мы прочувствуем уже с 2023 года Но тем не менее, если говорить о том, что сейчас уже ожидается Вот элементарно военные эксперты говорят, что во многом армия Путина может проиграть Хотя бы из-за того, что уже технологически эта военная машина Она будет уступать тому, что сейчас есть у Европы или у Америки Соответственно, сделать свою армию более модернизированной, современной И уже не представляется возможным Санкции так обнесены, и сейчас США обещают еще больше их усилий Что не будет ни чипов, ни деталей, ни так далее Невозможно собирать или пересобирать новые самолеты Невозможно практически чинить те, которые есть на данный момент Разве что разбирать те, которые Российская Федерация успела захватить у западных компаний Проблема с поставщиками медикаментов И так, кстати, можно копать абсолютно в любую сферу Правильно ли некоторые ваши коллеги говорят, что это вопрос времени Но не может это произойти даже через 4 месяца после того, как санкции вступили в силу Скорее всего, это будет вот следующий год И при том мы очень четко увидим секторально, где больше всего Россия будет проседать Мне кажется, здесь надо разделить несколько вопросов Ответ на вопрос, будет ли экономика России слабеть в рамках тех санкций, которые сейчас есть Да, конечно, будет слабеть Очевидно, там множественные проблемы будут и связаны с логистикой И связаны с нехваткой комплектующих, разрывом цепочек И низким внутренним спросом и так далее, и так далее, и так далее Никто, собственно, этого не отрицает По прогнозам даже российских государственных органов Падение ВВП в этом году составит 10% И в 2023-2024 году ВВП тоже будут падать Очевидно совершенно, да, здесь никто с этим не спорит Значит, вопрос второй Сможет ли это Россию сделать в обозримой перспективе слабым военным противником Так, чтобы Украина, получающая откровенно небольшие количество устаревших западных вооружений Могла бы доминировать на поле боя Значит, здесь ответ, конечно, нет Если это и возможно, то в перспективе лет 10, не меньше Потому что на сегодня Россия все-таки, да, в основном базовое вооружение свое воспроизводить может И будет воспроизводить А то, что Украина сейчас получает, этого либо очень мало Либо это совсем устаревшее оружие, которое ничем не превосходит то оружие, которое законсервировано у России И которого еще много Я напомню, что даже если верить украинским источникам, уничтожено около тысячи российских танков Но их всего около 12 тысяч в России И старые модели можно сейчас наладить выпуск опять, их будут выпускать и ремонтировать И в этом смысле Россия может годы еще сражаться таким образом, как она сейчас сражается в Украине Даже против прибавляющегося оружия в Украине Не только против того, что есть Да, там лет через 10 можно будет говорить об отставании России от НАТО Но с НАТО никто не собирается воевать И НАТО не собирается воевать с Россией Так что здесь совершенно и релевансий этот разговор Я только не очень поняла Когда вы говорите, что лет через 10 армия России будет отставать от НАТО Просто сейчас мы получаем информацию о том, что Российская Федерация Она уже расконсервировала, например, танки Т-64 Это не современное вооружение, это раз А второе, что делать с новостями, которые говорили о том, что приходилось фактически в России добывать детали для военной техники из бытовой техники западных образцов Тут уже речь идет о том, что они ощущают нехватку Ни в коем случае мы не преуменьшаем масштабы армии России Мы знаем, что ее действительно очень много и этой техники более чем достаточно для того, чтобы воевать долго Но высокоточные ракеты, которые иногда попадают в туалет на Одесском пляже Тут как бы большое сомнение А эффективность и вот эта вот фраза аналогов нет Еще раз, да, это разные вопросы Я не берусь прокомментировать фразу о том, что из западной бытовой техники добываются запчасти для российской военной Я не являюсь экспертом такого уровня по военной технике Звучит для меня, с точки зрения здравого смысла, звучит это как миф Но, тем не менее, мне сложно комментировать Если мы говорим с вами о том, что именно сейчас ослабляет российскую армию Ослабить, то это, конечно, не нехватка чипов для высокоточных ракет Вы сами видите, что эти высокоточные ракеты приносят очень мало пользы Российской Федерации Попадание в детский сад или в жилой дом Это военные преступления Да их просто нет, послушайте, ну вот смотрите Вот есть статистика Вот есть статистика, причем это реальная статистика по цифрам Вот сейчас мы можем даже графику показать Что вот за 25 и 26 июня по Украине было выпущено около 80 ракет В среднем одна ракета стоит 5 миллионов долларов 80 ракет за 2 дня, 5 миллионов долларов 400 миллионов долларов стоил России вот этот массированный ракетный обстрел Украины Куда попали? Вот какой выхлоп из этого, понимаете? То есть, ну, мы говорим о том, что да, Российская Федерация, Российская армия, Российский бюджет тратит колоссальные деньги Но вот куда? Мне кажется, в прошлых обсуждениях мы с вами уже говорили, что это очень то, что американцы называют tricky figure Это очень лукавая цифра Если вы что-то уже давно произвели, оно может быть очень дорогое Если вы это тратите, вам это сегодня не стоит ни копейки Эти ракеты были произведены когда-то От них пользы действительно очень мало Мы с вами это видим Потому что российские обстрелы украинских городов, кроме ужаса и катастрофы и трагедии, не несут ничего Не дают никакого преимущества России, ни тактического, ни стратегического А вот то, что вдоль линии фронта у России тотальное преимущество в артиллерии, это факт И вот эта артиллерия и системы наведения, и системы ПВО российские, которые не дают украинской авиации атаковать в реальности военные объекты российские Это то, чем Россия сейчас поддерживает линию фронта и постепенно ее продвигает вглубь Украины И эта техника не нуждается в микрочипах Эта техника не является такой сложной Она воспроизводимая, ее можно чинить И еще много лет, в общем, Россия будет в состоянии это делать и поддерживать И мне кажется, это тоже надо понимать Когда мы фантазируем, что мы за счет санкций сможем восстановить вторжение в Украину Это не так Понятно Андрей, а позвольте еще очень коротко о вас спрошу Все-таки вы как финансист точно, наверное, должны знать, что не всегда важно только быть богатым и преуспевающим Еще очень важно, а какой имидж у тебя есть И когда вы действительно говорите, что там есть свои подводные камни у даже технического дефолта То мы, наверное, больше говорим о репутации Очень многие подчеркивают, что России никогда не дадут деньги или в ближайшее время не дадут деньги В целом, как бы вы охарактеризовали состояние, в котором сейчас находится Российская Федерация Ясно, Путина не позвали на встречу Большой Семерки Ясно, ему, наверное, может быть, никогда, а может быть, в ближайшее время не позвонит Джо Байден или премьер-министр Борис Джонсон Но в целом Россия это сегодня что? Просто дорогая бензоколонка? Или там есть еще какая-то надежда, что можно будет откупиться, купить себе новый имидж и статус? Вот как сейчас в мире воспринимается именно это государство? Ну, давайте так, давайте разделим У президента Путина сегодня в мире имидж Саддама Хусейна, безусловно Это, наверное, наиболее точное сравнение Другой вопрос, что у России 6000 ядерных боеголовок и никакая буря в пустыне невозможна в этой ситуации Что касается страны, то, к счастью, современный мир воспринимает страны не как монолитное образование, которые высечены в камне на века А как динамичное образование, скорее юридическое, чем фактическое И у нас есть множественные примеры того, что когда страна меняется по сути, когда к власти приходят другие люди Изменяется строй, изменяется политика внешних стран, то вслед за этим достаточно быстро меняется и отношение внешнего мира к этой стране И это было в 90-е годы с постсоветским союзом Это происходило с другими странами, там, СНГ и Варшавского договора Это происходило с той же Южной Кореей, это происходило с Сингапуром, это происходило со странами Латинской Америки Россия будет не исключением, безусловно Я считаю, что это крайне правильный и важный подход Действительно, когда в России сменится режим, мы не знаем, когда это будет Но когда это произойдет, когда Россия перестанет быть авторитарной, агрессивной страной То, конечно, и отношение всего мира к ней достаточно быстро поменяется Услышали вас, Андрей, благодарим за то, что вы появились в эфире утро февраля И за вашу аналитику Андрей Мовчан, финансист и основатель группы компаний по управлению инвестициями